Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Предоставление своих паспортных данных, либо иное, в том числе посредническое участие в создании фиктивных организаций, согласие стать номинальным директором как за вознаграждение, так и безвозмездно, без намерения вести реальную хозяйственную деятельность, может повлечь серьезные последствия. Это не только привлечение к уголовной ответственности, но и возможность возложения гражданской субсидиарной ответственности по всем многомиллионным долгам, которые возникнут у фиктивной организации. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – государственная регистрация бизнеса, персональная ответственность за фиктивное руководство и недостоверность сведений. Я представляю гостя в студии Елена Николаевна Ковалец, исполняющая обязанности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области. Добрый день. Добрый день, Елена. Да, ну что же, тема достаточно новая. Вот давайте-ка, наверное, спрошу вас, насколько она актуальна сегодня. Ну, тема на настоящий момент очень актуальна, поскольку достаточное количество граждан становится номинальными руководителями, и об этом Федеральная налоговая служба постоянно проводит мероприятия, направленные на пресечение таких действий, и хочется обезопасить наших граждан от этого шага. Да, таких неверных шагов. И, конечно, мы сегодня в нашем эфире озвучим обязательно последствия, но ведь официальный старт бизнеса начинается с государственной регистрации именно в налоговом органе и ведомстве. Скажите, сколько сегодня стоит на налоговом учете в Самарской области налогоплательщиков? Да. На 1 января 2024 года в Самарской области зарегистрировано 70 614 юридических лиц и 81 496 индивидуальных предпринимателей. Ну, а есть какая-то динамика? Может быть, новичков в этом году прибавилось? Новичков за прошлый год прибавилось по юридических лиц, создалось 3600, а вот индивидуальных предпринимателей было зарегистрировано 21 тысяча. В итоге предпринимателей на 1 января 2023 года стало больше на 7 тысяч, чем было в предыдущем году, а вот количество юридических лиц сократилось на 6 тысяч. Ну, а эти цифры о чем-то говорят? Ну, эти цифры показывают о том, что экономическая ситуация в Самарской области довольно-таки стабильна, и что происходит постоянное развитие. Хорошо. Ну, вот сегодня можно открыть свой бизнес, как говорится, не выходя из дома, всего за один рабочий день. Вот, к примеру, в специальном сервисе на сайте ФНС России. А скажите, пожалуйста, вот в Самарской области больше регистрируются по старинке, либо все-таки отдают предпочтение дистанционным электронным сервисам? Да, действительно, бизнес теперь можно открыть онлайн, не выходя из дома, в любое удобное время, при подаче минимального количества документов, и занимает этот срок регистрации, может быть, в течение одного дня. И в Самарской области очень много граждан пользуются данным видом регистрации, и по статистике более 90% регистрации в Самарской области происходит в режиме онлайн, чем в режиме личной явки в налоговые органы. Ну, а вот все-таки почему этот способ востребован, как вы считаете? Ну, сейчас век компьютерных технологий, многие из нас с компьютером на «ты», и поэтому это движение времени и востребованный вид регистрации. И плюс еще ограничительные меры, которые были в недавнем нашем прошлом, наложили свой отпечаток, люди боятся посещать заведения, учреждения, и поэтому регистрируются в режиме онлайн. Это намного удобнее и проще. А вы сказали, боятся. А почему такой страх перед налоговыми органами? И значит, что-то уже получается не чисто, а когда же ведь все честно и прозрачно, пришел, подал документы, еще и совет дельный получил от налоговых инспекторов? Ну, боятся в том плане не налоговых органов, а боятся просто находиться в общественных местах. Здесь вы это имели в виду. Ну, хорошо. Вот насколько электронный способ подачи документов все-таки выгоден, удобен? Понятно, что сокращается время. А сокращаются ли средства граждан? Вот расскажите здесь об этом подробнее, пожалуйста. Да, здесь действительно сокращается время. В Федеральной налоговой службе разрабатывается очень много онлайн-сервисов. В том числе есть онлайн-сервис для регистрации бизнеса. То есть, заходя в этот онлайн-сервис, имея электронную цифровую подпись, заполняется пакет документов. То есть, происходит не заполнение его вручную, а выбор из имеющихся перечней документов. И подписывая электронной подписью, документы направляются. То есть, здесь допускается минимальное количество ошибок при заполнении документов. И производится выбор документов. То есть, лишние документы не будут поданы. И будут поданы все документы, которые необходимы. Поскольку программа просто дальше не пропустит направление документов. И кому такой способ регистрации, ну я не знаю, показан что ли, полезен, выгоден? Ну ведь, наверное, не все индивидуальные предприятия могут, предприниматели, вернее, могут ими воспользоваться. Нет, воспользоваться могут все предприниматели. Но подача документов на бумаге с личной явкой в регистрирующий орган также не запрещена. И чем еще выгоден электронный документ, а воборот, тем, что предприниматель и юридическое лицо не оплачивают государственную пошлину за регистрацию. Так, а сколько она на сегодня составляет? Какая экономия, если говорить о деньгах? Регистрация юридического лица сейчас стоит госпошлина 4 тысячи, индивидуально предпринимателя 800 рублей. Ну да, действительно. А скажите, кому может быть отказано в госрегистрации? Ну, отказы в госрегистрации действительно принимаются. Принимаются они в строго соответствии с 23-й статьей закона о государственной регистрации. И чаще всего встречаются такие отказы. Это представление документов в ненадлежащий налоговый орган, представление документов, содержащие ошибочные данные, представление неполного пакета документов и наличие ограничений у гражданина. Вот если поподробнее остановиться, то избежать ошибок в документах очень просто. Подавая документы через электронный сервис, или если хочется подать документы на бумаге, то у нами разработан сервис по подготовке документов. Там программа подсветит все ошибки. Часто встречается ошибка при заполнении заявления о государственной регистрации, что адрес, который заявитель планирует заявить, отсутствует в государственном адресном реестре. И для этого также есть сервис. И там очень просто проверить, а есть ли адрес, который хочешь заявить в этом реестре. А если нет, то там указано, как надо поступить. Иногда выбирается не тот налоговый орган. Для этого есть сервис для проверки данного налогового органа, куда необходимо подать документы. Ну и часто встречается отказ в государственной регистрации из-за наличия ограничений. А ограничения вносятся при исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, при наличии сведений о его недостоверности или как недействующего. И также при исключении индивидуального предпринимателя. И в этом случае руководитель организации, учредитель, имевший более 50% доли в уставном капитале, организация, которая была исключена и имела задолженность, не может в течение трех лет быть руководителем, учредителем и также не сможет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Ну а если, к примеру, при регистрации указал недостоверную информацию, вот о чем вы сказали выше, что ждет таких горе-предпринимателей? Если это просто была ошибка, то отказ в регистрации получает, ошибку исполняет, исправляет и подает пакет документов. Я здесь имела в виду, намеренно указал неверную информацию и чем чревата фальсификация данных. Я вот сейчас здесь это имею в виду и что нужно знать. Ну это, скорее всего, речь идет о номинальных руководителях, то есть тех, кто осознанно указывает свои данные для государственной регистрации. Да, таким гражданам предусмотрена ответственность. Это и уголовная ответственность, и административная ответственность. За нарушение закона о госрегистрации и незаконное образование юридического лица, а также за представление своего документа удостоверяющего личность для внесения заведомо ложных сведений в реестр юридических лиц предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса. И ответственность довольно-таки серьезная. Это штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательная работа от 180 часов до 240 часов, либо исправительная работа до срок до двух лет. У нас есть как раз видео, которое предоставила нам налоговая инспекция. Давайте сейчас к нему обратимся и посмотрим. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является обязательной и ответственной процедурой. Вопросом обеспечения достоверности сведений в государственных реестрах уделяется большое внимание. Особое внимание уделяется случаем ведения бизнеса через подставных лиц, то есть таких лиц, сведения о которых, как об учредителях, участниках организации или их руководителях, внесены в единый государственный реестр юридических лиц путем введения их в заблуждение или даже без их согласия. В современном законодательстве за использование подставных лиц при регистрации организации, а также за внесение сведений о подставных лицах в государственные реестры предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. За представление в регистрирующий орган недостоверных сведений также предусмотрена административная ответственность должностных лиц в виде штрафа в размере до 10 тысяч рублей. Повторное совершение такого административного правонарушения, а также представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок до 3 лет. Поэтому будьте бдительны, не предоставляйте свой паспорт и не подписывайте заявление о государственной регистрации, если не планируете управлять организацией и участвовать в ее деятельности. Если вы являетесь участником или, например, генеральным директором юридического лица, то с момента государственной регистрации вы становитесь ответственным за деятельность организации. Даже если вы являетесь подставным лицом, то вы считаетесь работающим и не можете получать пособия по безработице. Кроме того, как учредитель или руководитель организации, вы не можете работать в государственных или муниципальных органах. Если вы считаете, что сведения о вас в Едином государственном реестре юридических лиц недостоверны, обращайтесь в регистрирующий орган лично или отправьте нотариально заверенное заявление по почте или направьте электронное обращение, подписанное вашей электронной подписью. Заниматься бизнесом через подставных лиц, как и быть подставным лицом, это нарушение законодательства. Не рискуйте. Мы продолжаем наш разговор, и я напоминаю о работе бесплатного справочного телефона контакт-центра ФНС России, действующего на всей территории Российской Федерации. По данному телефону можно получить информацию справочного характера о приеме физических и юридических лиц, порядке рассмотрения обращений, а также о работе интерактивных сервисов, разработанных ФНС России в помощь налогоплательщику. Проконсультирует по самым актуальным вопросам налогового администрирования вне зависимости от места регистрации и местонахождения налогоплательщика. Общий федеральный справочный телефон единого контакта центра ФНС России 8 800 7 2. Ну и продолжаем тему нашего разговора. Скажите, а что вообще входит в зону обязанности, ответственности руководителя? Вот кто такой номинальный руководитель? И, конечно, учитывая судебную практику, каков его портрет? И чаще всего какие категории граждан попадают в сети мошенников и готовы за определенную плату пожертвовать с репутацией, будущей карьерой, конечно же, своим имуществом, но и самое главное – нарушить права? Ну, руководитель – это главное лицо в юридическом лице после его создания. То есть руководитель отвечает по всем аспектам экономической деятельности организации. Номинальный руководитель – это тот гражданин, который поддобровольно, либо после введения его в неведение, предоставил свои документы для регистрации его в качестве главного исполнительного органа юридического лица. Номинальный руководитель, так же, как и обычный руководитель, несет полную ответственность за деятельность организации. И поскольку организации, куда вводят обманом, либо добровольно номинальных руководителей, созданы не для того, чтобы осуществлять финансово-хозяйственную деятельность правильно, не для того, чтобы производить товары, а для криминальных целей. И поэтому номинальный руководитель становится соучастником схемы экономических преступлений. А вот давайте здесь, чтобы было понятно, ну, конечно, вы очень понятно все рассказываете. Я попрошу здесь привести, ну, вот какой-то жизненный пример, когда человеку предложили стать номинальным руководителем, он согласился, ну, а о последствиях мы, конечно, уже слышали. Ну, вот чисто такой вот пример, который был и в реальной жизни, и в обиходе. В основном номинальными руководителями становятся незащищенные слои населения. Это граждане, которые ищут работу, которые ее потеряли. Легкого заработка. Да, найти работу. Ну, сейчас бывает, что и нелегкого заработка ищут, но попадают на такие. Бывает, что ищут подработку, легкий заработок. Это, к сожалению, могут коснуться как студентов, так мам, находящихся в декрете, так и пенсионеров. Текущий портрет номинального руководителя возрастет от 18 до 80 лет. Есть случаи старше. Часто становятся номинальными руководителями граждане, которые недавно освободились из мест лишения свободы и тоже ищут заработка. Многие становятся по незнанию, но, к сожалению, можно оказаться номинальным руководителем и вообще не зная, что ты не подавай куда-то документы. То есть кто-то может воспользоваться персональными данными. Такие случаи также выявляются и имеют место быть. Это когда теряются документы, либо персональные данные попадают в сеть. Но, простите, пожалуйста, это, получается, каждый рискует, в том числе и вы, и мы, свои персональные данные мы оставляем практически сейчас везде. Это и онлайн-покупки, и различные сервисы, и интернет, и так далее, и тому подобное. А как оградить себя в таком случае от такого мошенничества? Внимательно следите, во-первых, где оставляются копии паспорта, потому что для регистрации юридического лица копия паспорта необходима. И, во-вторых, также на сайте налог.ру разработан сервис, где можно себя проверить на регистрацию в качестве предпринимателя и являющийся ли руководителем, учредителем. Поэтому иногда бывает это полезно. Ну, вот, кстати говоря, возвращаясь к начале нашего с вами разговора, вы сказали о том, что первые шаги госрегистрации происходят в налоговой. То есть, получается, нужно личное присутствие. Скажите, а налоговый инспектор, когда, ну, вот, сомнение возникло, что вот это действительно, ну, фиктивный номинальный руководитель. Вы разговариваете как-то? Вы узнаете причины, последствия объясняете ли? Конечно, в обязательном порядке. Если гражданин сдает документы в регистрационный центр, то, во-первых, проверяется его личность, сверяется с документом, удостоверяющим личность. И о последствиях, ну, вот в Самарской области, в регистрационном центре о последствиях регистрации организации на себя гражданину извещается. Ему выдается специальная памятка под роспись. В электронном виде, когда приходят документы, эту памятку мы также направляем. Ну, то есть вы предупреждаете, но отказать в таком случае, если какие-то вдруг сомнения, вы этого не сможете? То есть все равно регистрация происходит? Регистрация произойдет, отказы возможны только в строго регламентированных законном случаях. А какова персональная ответственность за фиктивное руководство и недостоверность поданных сведений? Давайте вот мы еще это проговорим, ну, потому что это действительно очень важно. Ну, персональная ответственность, как я уже сказала, наступает и в административном порядке, и в уголовном порядке. Про статью 173.1, 173.2 я вам рассказала. И возвращаясь к тому, что организации создаются не просто так, а чаще всего для сокрытия суммы уплаченных налогов, для представления заведомо ложной отчетности, в этом случае номинальный руководитель несет ответственность в соответствии со статьей 199 Уголовного кодекса. И если организация производит незаконное возмещение НДС, то здесь ответственность предусмотрена статьей 159.3 Уголовного кодекса. То есть последствия довольно-таки серьезные. Также организации очень часто создаются для того, чтобы получать деньги из бюджета и их обналичивать. Очень часто производится вывод таких денежных средств за рубеж, в том числе и для финансирования террористических формирований. А вот много ли таких руководителей на час выявлено? И что таким директорам грозит? Работу налогового органа ведут по этому вопросу постоянно, и руководители такие выявляются. В 2023 году в таких руководителей было выявлено и направлено материалов правоохранительного органа 266 фактов. И это в два раза меньше, чем было в предыдущие годы. То есть работа по выявлению руководителя колоссальная налоговым органом уже проведена, но сейчас, к сожалению, такие факты также выясняются. Вот, кстати, давайте, если это, конечно, не конфиденциальная информация, расскажите, как пресекаются подобные нарушения в сфере госрегистрации бизнеса именно налоговой службы. Я так понимаю, что вы работаете в тесном контакте с правоохранительными органами. Это и полиция, и прокуратура. Вот как происходит выявление таких горе-руководителей? Конечно, мы работаем в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. Налоговыми органами проводятся контрольные мероприятия после регистрации юридического лица, в том числе и проверяется их отчетность, которую они представляют. И если есть признаки номинальности руководителя, признаки недостоверных сведений, внесенных в ЕГРЮ, то такие руководители приглашаются на допрос, проводится ряд контрольных мероприятий по их отчетности, и в случае выявления недостоверности сведения руководителя, эти данные вносятся в единый государственный реестр юридических лиц. И здесь уже какие последствия наступают? В дальнейшем такая организация будет исключена из ЕГРЮ. Самарская область входит в десятку российских регионов-лидеров как раз по выявлению и пресечению нарушений в сфере госрегистрации. Скажите, а вот каковы результаты и сколько уже судебных решений, возможно, принято за последнее время? За 2023 год было вынесено 140 приговоров о привлечении к ответственности. И если, например, взять 2022 год, то там было 192 приговора. То есть работа эта ведется на постоянной основе, и количество приговоров довольно-таки внушительное для области. Приговариваются граждане, нарушившие закон, чаще всего к штрафам. Также есть случаи привлечения к исполнительным работам, к обязательным работам. И есть реальные сроки. Это в случае рецидива, то есть когда закон нарушается повторно. Ну вот то есть если, к примеру, человек захотел заработать, ну давайте предположим, что это студенты, мы предложили стать номинальным руководителем, там заплатили, все это ИП в действии свое прекратило, ну как-то все это прошло незамеченным. Второй раз, это уже и третий, это уже будет рецидив? Ну в случае выявления, да, это будет рецидив. Скажите, а каждый ли такие случаи выявляются? Выявляются практически 100% случаев. И даже если гражданин был привлечен к уголовной ответственности по этим статьям, и суд принимает решение о неналожении не штрафа, например, о вынесении предупреждения, то это все равно уголовная ответственность на него распространяется. То есть человек был под уголовной ответственностью. Это наложит дальнейший след на его жизнь. Да, отпечаток, да, на судьбу, как говорится. Но вот почему важно обеспечивать достоверность реестров, Елена Николаевна? Достоверность реестров обеспечивать очень важно, поскольку к реестру обращаются все организации, которые работают на российском рынке. И каждой из организаций хочется, чтобы его контрагент и партнер в сведении о нем были достоверны. То есть это были правильные сведения, и чтобы его контрагент или партнер не был вот таким номинальным руководителем, чтобы в дальнейшем экономически не пострадать. Ну и, соответственно, данные реестров обновляются, вот, кстати, с какой периодичностью? Данные реестров обновляются ежедневно. Ежедневно. Ежедневно даже. Да. Так, ну что же, подводя итог нашему разговору, я предоставляю вам заключительное слово, о чем все-таки важно знать и помнить, если вдруг предложили человеку стать номинальным руководителем, и, конечно, в конце эфира скажите, какая ответственность за это предусмотрена, и почему у налоговой это на особом контроле? Создавать юридическое лицо нужно только по своей инициативе, по своей доброй воле, и зная, что будешь заниматься именно таким бизнесом. По предложению третьих лиц создавать юридическое лицо и регистрироваться в качестве предпринимателя категорически не нужно, потому что это повлечет за собой последствия. Нужно быть очень внимательным в том плане, кому предоставляется документ удостоверяющий личность, и проверять себя, в том числе, в сервисах, которых я уже называла. Поэтому очень важно и помнить об ответственности, которая надлежит за создание таких фиктивных фирм. Ну что же, спасибо вам большое за участие в программе, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, но я хочу напомнить, что практически любую налоговую услугу можно получить в режиме онлайн, более 70 онлайн-сервисов доступны на сайте ФНС России и в мобильных приложениях. Каждый третий житель Самарской области является активным пользователем личного кабинета налогоплательщика. Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись линейкой сервисов личный кабинет налогоплательщика или интерактивными сервисами на сайте ФНС России. Зарегистрировать бизнес теперь можно быстро, в пару кликов и за один день. Процесс регистрации бизнеса максимально упрощен, но и меры ответственности за недостоверность данных, фиктивное директорство, фальсификацию реестров ужесточены. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу Город Эсс. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова